Итак, у нас с вами курс, как вы помните, кто я, да, и мы с вами обсудили основные элементы, в общем-то, еврейского самосознания, то есть на чем базируется вообще еврейство, еврейство, в общем-то, и вот как бы темпер, это то, на чем она стоит, и какие доказательства всей этой вещи, и мы, в общем-то, доказали, что это не какая-то очередная человеческая ложь, как много других вариантов религии, это вещь, которую очень очень легко можно обосновывать, что есть за этим очень сильные, какое неучшенное обоснование, это раз, два, мы обсудили узкую тоже, потому что вся традиция, которая у нас есть, она тоже обоснована, 3 мы с вами обсудили, потому что есть у этой традиции, у всего, что несут евреи, у этого есть какие-то плоды и какие-то результаты, и да, мы с вами обсудили нормы, какие есть нормы, откуда берутся все нормы, есть ли вообще нормы. Потом мы с вами обсудили само понятие, то есть там было шесть, вы помните, фундаментальных вещей, на которых представлен сегодняшний мир. И потом мы с вами обсудили нормы, то есть... Привет, привет. То есть есть ли вообще такое понятие как норма, да? А и поняли, что понятие норма... Осторожный стол, пожалуйста. Даня сейчас осторожно. Ой, ой, ой. Давай, всё. Мы с вами обсудили... То есть есть ли вообще такое понятие нормы и вы видели, да? Помните, мы обсуждали с вами про череда с печеньками, да? И если в общем... То есть что такое норм в итоге? То, что принято у большинства. Что норм, в общем-то, по сути нету. Люди сами их выдумывают. И мы видим это просто в истории, что норма это просто какой-то набор верований, который выбрали сейчас, потому что удобно. И единственная норма, которая в общем претендует на то, чтобы являться нормой в том плане, в котором мы под этим подразумеваем, это норма та, которую дают кто-то, изменяясь системой, дают норму Акторы. То есть это единственная вещь, которая... единственная вообще система, которая может претендовать на какую-то реально нормальность. Вот. Это то, что мы с вами обсуждали до сих пор. Чтобы лучше пронять паранормы... Вот... Ну что жиды? А чё это? Воу-воу-воу, чё это он, да? Вот теперь, чтобы понять паранорму, нужно понять, например, что такое жиды, да? Жид. Это какой? Это набор звуков, да? Теперь, я где-то услышал, что это слово используется в негативном контексте. У большинства людей. И, как бы, это такое сотрясание воздуха, как и мама, да? Но почему-то я где-то услышал, что у большинства людей принято под этим словом негативный контекст. И это становится нормой, что слово «жид» — это нечто отвязательное. И так работают не просто слова, так работает всё, во что верит человек, зачем он стремится, что он делает, с кем он живёт, зачем он живёт, как они топили детей там, да? Сейчас там все плачут, когда умирают. То есть, вот это всё зависит, в общем-то, от... Вот это и есть, в общем-то, с чём люди живут, да? Теперь, если мы хотим нормы-нормы, то, в общем-то, есть фора, в общем-то, которая и принесла всю норму, в которой живёт человечество сегодня. Супер. Чем мы занимаемся сегодня? Это... Ведь мы обсудили, что такое еврейское самосознание. Сегодня мы обсудим, в принципе, вопрос самоидентификации. Какова его ценность, какова его роль? Что будет, если с ней проблемы? И насколько это важно в человеческой психике, в системе человеческой личности? И три варианта, как человек в общем может, кем он был. Здравствуйте. Значит, начнём это с истории. У нас есть такой, немножко шуточный. Значит, сын к отцу пришёл и спросил, а как папа, значит, откуда я остался? Значит, спрашивает он такой вопрос, такой милый, да? Ну и папа, знаете, начинает что-то там вмяться, да, что-то скомканно там, в райстах отвечать, значит, что-то такое выдумывает. Вот. И сын ему говорит, смотри, папа, это не то, что я имею в виду. Смотри, есть Роберт, да, и Роберт, он родился во Франции. А вот я, кто я, откуда? Теперь у человека в его жизни, вообще я думаю, что вся история человечества в принципе, это ответ на два вопроса. Все, что написано, все, что сказано, все, что придумано, все размышления, все науки, все, что есть, это ответ на два вопроса, которые волнуют человека. Какие-то вопросы, как вы думаете? Ну, в том числе, да, но это плод вопроса. Есть два вопроса, главный, первый, как бы, кто я, а второй, это, в общем-то, какая в силе, в которой я живу, в которой я нахожусь. В такой уништеге, помните, спросили, какой главный вопрос, на который человек должен ответить, это мир, в котором я живу, он дружественный или негативный? То есть, если он дружественный, то я живу одну жизнь, если он негативный, я его боюсь, шарахаюсь, боюсь, что все будет плохо, не развиваю потенциал и так далее. То есть, в общем-то, все, что теперь, это два основных вопроса, да, кто я и какая вселенная. Теперь вот эта вот суточная такая, как бы, история, она выражает вопрос, который есть у человека всю его жизнь. То есть, вопрос у ребенка, у человека, в принципе, кто я такой и зачем оно все надо, он висит у каждого человека всю жизнь. И плюс дети, которые, ну, это дальше хорошо, смотрим именно с детской самоидентификации. То есть, человек, да, это его самоидентификация, этот ответ зависит от жизни. Допустим, я себя идентифицирую как феминист. Каковы все мои последствия и вся моя жизнь, что я продвигаю эти идеи, пишу дневные сообщения на форумах. То есть, это то, чем я занимаюсь. Если я позитивщик, да, то я по жизни, как бы, занимаюсь позитивом. Если я, кто, культурист, то я, как бы, накапливаю, значит, больше мяса, да. Если я, кто, какие варианты, давайте. Перфекционист, социалист, коммунист, или нет, футболист. Еврей. А? Еврей, да. То есть, если я еврей, то дальше, значит, получается, интересно, да, что-то история, что затора, да. То есть, в итоге, от ответа, то есть, я, например, я не достаточно хороший, я слабак. Какие мои дальнейшие действия, они слабые, я боюсь людей, меня легко ранить. Теперь, если я, если я, да, позитивный, мощный, там, не знаю, какой, да. Я, там, я религиозный, я строю какие-то отношения с людьми, я, там, атеист, вообще другая история, да. То есть, это абсолютно разные пути от того, как я ответил себе на вопрос, кто я, зависит все, чем я буду заниматься. То есть, это вопрос номер один, из которого дальше отлистываются все действия, и все, что происходит вокруг человека, и все, как он воспринимает в мире. То есть, я думаю, что в настоящем ответ на вопрос, какая вселенная, тоже зависит, если, во-первых, кто я, это самый главный вопрос. Теперь, есть такая, да, история, приходит человек к психотерапевту и говорит, меня к вам отправили, значит, мои родственники, говорит, в чем там время. Он говорит, да нет проблем. Ну, типа, а что они говорят? Я им просто говорю, что я, 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 я друг. Я это говорю, я друг. Они мне не верят, ну, как бы, вот меня отправили, но я считаю, что я друг. Он говорит, но вы не друг, вы видите, вы двигаетесь, вы там, ну, живете, что-то делаете. Он говорит, смотрите, я дуб и точку. Он говорит, вот смотрите, я старался на связи, я consciously трупа в кровь идет. Он говорит, нет, у трупа кровь не идет. Он говорил, так 추акрен ему палец быстро. Пошла кровь. Он говорит, да, оказывается, у трупа в кровь идет. Вот, в зависимости от того, что я скажу, кто я, зависит все, чем я буду заниматься. Как я буду смотреть на мир, как я буду воспринимать реальность. теперь четкий ответ на этот вопрос мы видим, что от этого зависит все четкий ответ на этот вопрос есть только процентов у 20 людей он четко может ответить, кто это люди, а особенно если это ребенок, у которого нет четкого ответа на этот вопрос это слабый ребенок, к которому ты кто-нибудь подходит и говорит, да ты козел я такой, блин, наверное я козел понятная идея, да? то есть если не этой четкой самоидентификации, то ты ни на что не можешь ответить ни на что правильно среагировать то есть от этого вот стержня кто я зависит все, что такое есть теперь проще всего всю вот эту тему увидеть из другого ракурса, из другого контекста с точки зрения такого понятия, как Далера да? кто знает откуда пришла вообще понятие кроме Влада понятие толерантности нет, просто я ему говорил уже откуда взялся сам термин толерант греческая толерант не, греческая, понятно, слово греческая откуда взял то есть я же что делаю я показываю, что тема самоидентификации проще всего отразить через тему толерантности по крайней мере, насколько это ваша связанная вещь толерантность, в общем-то, берется из медицины я не знаю, сколько это сто процентов но даже если это не так как они говорят эта идея все равно стоит та же самая но этот термин сам идет из медицины что оно значит? толерантность это термин медицинский взят из трансплантологии означает неиспособность организма отвечает чужеродные органы достигается такое состояние постепенным угнетением ядовитыми веществами иммунной системы организма переводя ее к апатии без возличия полудетерминатность равносмер теперь, ну, если простыми словами это объяснить да, и без этого всего ядовитого иммунитета что если есть я у меня вытаскивают орган засовывают другой орган потом следующий, следующий, следующий и так сто процентов тела я есть в этой ситуации? ну да ну нет ну ты у меня все органы голову оставляют и ног сто процентов органы ну я не знаю это вопрос, да она связана с магмунитетом секунду сто процентов моего тела взяли и заменили другими органами это значит абсолютная стопроцентная полная смерть того, что было до этого его нет это то, что теперь крайний толерант то есть то, что разлагается то, что есть смешивается совходящими факторами и становится одним общим таким конечным облаком теперь ну это просто я сюда вставил это как бы дополнительная вещь это называется это называется это называется парадокс попера попер он справлял пару научных принципов в чем парадокс что видите гибель что по соответствии любой человек который кому-то нетерпим он должен ему нужно проявлять нетерпимость в итоге получается что если я толерант то у меня проблемы потому что например в тему толерантности входит то, что я должен быть нетерпимым тем, кто не толерант это получается такой парадокс непонятно кто толерант в этой ситуации в общем о чем мы собственно что главная идея человек это его самоидентификация кто я это мой ответ на вопрос кто я это и есть я полная толерантность то есть полное слияние отсутствует ответа четкого на вопрос кто я равно с меня с физической точки зрения теперь пример Лондон в котором мы были лет пять мне кажется шесть назад я не помню куда я слышал в общем Лондон стал первым городом в котором больше 50% народу стали эмигранты в Европе теперь что такое Лондон это уже не Лондон это уже не Англия по большому счету когда у тебя больше 50% кого-то не англичан то это как бы Лондон он уже не Лондон он как бы часть Африки, Арабских Эмиратов чего-то такого за больше Москву иногда в Москве то же самое иногда бывает за больше метро и как бы белоклист почти нет и начинает кто-то кричать в Москве для России для России для русских и так далее и теперь в всей этой ситуации да, это тоже беждоус касаясь сюда вот теперь то есть что происходит ну то есть понятно что если мы теперь переносим эту идею на психику на психологию здесь то же самое когда мы говорим что все мы как бы я принимаю все что мне дают хабую все в любом виде ну я тем самым все перемешивается все распоряется в итоге не остается ни Москвы ни русских ни Англии ни Лондона ни англичану в итоге что мы имеем в итоге всего этого то есть это получается не индивидуальность ни личности а какая-то такая рыхлая нация в которой мы не отличаем то есть люди не отличают себя ну друг от друга не могут отличить себя от кого-то другого то есть это и есть идея толерантности крайней то есть что мы вообще абсолютно на одинаковое такое месте ничем не отличаются то есть теперь в этих условиях да люди не могут отличить кришнаита от еврея да и как бы конченый идолопоклонник интеистов типа я вот не понимаю в чем разница да все ну и что то есть не могут отличить лево от права мужчину от женщины а это само собой да хорошо от плох или правда от плох все субъективно кто сказал что это правильно и вот это то есть начинаете перемешать всего что только есть то есть получается что пищи просто сами по себе исчезают умирают перемешивается в общем понятно да все перемешивается теперь кому интересно говорить такую вещь что человек чеканит монеты одной чеканки у него получается одинаковые монеты теперь всевышний чеканит людей и все люди разные и уникальны и поэтому продолжает там тому что поэтому каждый человек должен сказать ради меня сотворен мир из каждого человека абсолютно уникальная личность теперь что создает меня это отличие от Рины здесь Рина есть я теперь если я говорю Рина я это одно и то же то я исчезаю меня как бы нету теперь что делает как бы меня здесь здесь 25 пусков одинаковые таблицы одинаковые таблицы нет нет я серьезно значит одинаковая таблица Менделеева просто одинаковые куски мяса сидят теперь что нас отличает это формат понимаете то есть форма лица то как нейроны взаимодействуют какая часть мозга сильнее какая слабее как ну то есть то есть вы понимаете короче граница граница она определяет сущность того кто есть если он говорит что у него нет идентификации вот этих границ кто его нету это смерть он сливается просто с облаками не знаю что например даже само понятие разум что это такое все постигается как в сравнении суть разума это то что я могу отличить себя от Влада от огурцы от помидоров а сейчас этот стул на нем едят этот стул на нем сидят разум это способность отделить одно от другого аспект то есть это способность отличать вещи одно от другого окей теперь в мире я тут сам идентификация в мире живем в супе солянке где непонятно кто я что в общем что хаос все перемешано и в этом мире все можно во вторых нету индивидуальность то есть здесь нету кого взяли и все перемешали почему не согласен но каждый думает что он индивидуален если ты говоришь про толерантность сексменьшинство и прочие дела то они считают себя очень даже индивидуалными вот теперь это индивидуал теперь давайте вопросы в конце теперь вот это как бы люди которые у них нету ответа на вопрос я мужчина или женщина я так сказать из Арктики или из Ирландии да и кто вот это такой и какой он имеет ко мне отношения то есть вот это азиаты из мальчишника в Вегасе да это что-то такое из крайних степеней ребенок который подозревает всех в чем значит это блендер который берет и все перемешивает в итоге получается однородная каша это как огород растет себе капусточку есть капусту он берет газон блендер погрузной нет нельзя быть капустой и капуста в капусту это что у нас получается теперь самоидентификация это когда я могу идентифицировать и различить чем я отличаюсь от другого в чем мои особенности и кто я такой потеря вот этого ответа на этот вопрос это потеря я ну как в медицине полный толерант сделано полный ответ только в медицине это работает теперь у нас хорошо я думаю что это мы просто скажу есть две ситуации которые которые очень хорошо показывают что это психоанализа есть две ситуации которые это отражают очень круто что потеря самоидентификации это худшее что может произойти с человеком вообще то есть если обычно рост мой духовный или падение то есть постепенно то есть я такой ну и сейчас я считаю что мне можно там что сделать покурить разок да потом постепенно опускаешься или становишься лучше теперь в случае когда ты теряешь ответ на вопрос кто я ты обрушиваешься в самой нити вот эти две ситуации там написано что еврей из коленодана ему сказали что он не из коленодана оказалось так и он просто пошел и там сделал страшнейшую встречу вот это орфо сестра друг тоже оказалось там что она могла стать еврейкой и пошла обратно домой вечером поняла что она сделала что она потеряла и там тоже ну что она просто на такой разрад прошла что-то была высокая моральная девушка если ты теряешь ответ на вопрос кто я то и это мало того что люди падают на самый низ в общем-то своего поведения да то есть это потеря самой идентификации да что я здесь изобрел теперь нет есть как бы два варианта есть один вариант соединения с бесконечностью еврейские есть буддийские буддийские это что комплимент женщине буддийские девушка а вы ничего да это то есть я просто как бы разлагаюсь разлагаюсь вничом отменяю свои границы да и я бабочка да и я бабочка и все вот еврейский подход он я не про это теперь и следствие потери глузников self-identity это самая частая причина самоубийства да то есть если кто я у меня сразу пропадает вся прошивка это как просто снести windows полностью и просто вот так и то есть это почему люди часто улетают теперь в данном случае для еврея потеря еврейства это в общем-то смерть евреев то есть потеря самоидентификации ты как бы потерял я еврей ты вылетаешь из всей этой истории и все свои и собственно теперь это первая часть которую мы обсудили с самоидентификацией теперь все таки ответим на вопрос кто я как можно ответить на вопрос я кто вот ты Матвей слушай ты хочешь чтобы просто не нет это самый важный вопрос пока нормально ну вот я я поменяю имя а у меня еще второе имя есть я сейчас первое убираю а второе только лебедь я исчез я умер теперь что имя поменял нет вот теперь смотрите ситуация приходит значит человек в этот банк и говорит я хочу взять кредит она говорит женщина за кассой говорит уважаемый а у вас уже на вас висит кредит он говорит подожди ничего подобного вы знаете что я поменял имя фамилию и отчество я был фёдор иванович да александровский остал значит шудлух голпер да она такая нет подождите вы это не ваше имя фамилия и отчество подождите секундочку вы знаете что я еще про вас помню вы сюда когда заходили я помню что вы были с лето он говорит ну секундочку я уже не с лето я устроился значит работать знаете куда в nail room крашу ногти девочке она такая она такая немножко растерялась но не растерялась не растерялась и говорит значит дальше смотрите вы мужчина он говорит ну уже нет я шру глад голпер вот и он говорит подождите секундочку у вас кредит не закрыт и не делайте мне мозги я знаю что это вы он говорит ну как я смотрите фамилия не та пластические операции смотрите профессию все пол поменял она говорит ну я помню в тот раз вы мне подали значит что вы мне подарили розочку и подали стакан воды я сейчас эту воду выливаю и и качества у него пропали кто ну я хобби а она ему говорит знаете что вы были вы работали тогда и вам больше были не на пенсионном возрасте вы мне уже сколько надо сколько надо я уже на пенсии а нейлрум это мое хобби но теперь она ему говорит дальше вы были вы были в хиджабе он говорит я без хиджаба но он говорит я по-настоящему не я был не хиджабом вы были знаете кто христианин фундаменталист вот он говорит на секундочку я уже значит в нудистской общине в калифорнии прошел реформистский гейл поменял имя а я говорил секундочку вы по гороскопу вы по национальности были кто украинец секундочку я уже на десяти юрии в калифорнии все можно так он говорит вы по гороскопу вы были хозероп у меня гейл был летом а летом кто где там у нас есть рак я уже рак и все и кто я теперь кто человек станет теперь что определяет человека кто ИНЛ а? ИНЛ поменять а у меня а ты знаешь что до того как до года вот год назад у меня не было этого от печатки пальцев остались все значит у меня до этого не было вот кто вопрос понятия где у меня у меня у меня у меня кто я где что такое я ответов на этот вопрос может быть только всего только три варианта есть всего только три варианта ответа на этот вопрос глобально по самой идентификации значит история начинается везде одинаково не будем сейчас обсуждать детали в общем был взрыв все взорвалось как-то получилось и так далее вот мы с вами здесь удачно собрались удачно взорвались теперь значит молекулы кусочки разные молекулы и первая история пошла была вот такая вот штука такой такая значит создание куча молекул достаточно сложная такая система технологии все в какой то момент эта штука она решает что почему то вот этот кусок молекул клеток решает что почему то убегать от хищников и догонять еду и лазить за бананами удобнее на двух ногах чем на четырех понимаете убегать на двух ногах это то есть вот у меня он бегает быстрее чем я ничего не могу с этим поделать но почему то оно решает в какой то момент что бегать на двух это намного эволюционно эффективнее начинает ходить на двух ногах теперь чем занимается вот это существо то есть вот это существо теперь оно ходит вот так чем оно по жизни чем оно по жизни устаёт бог это наоборот это 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 я я перекрашиваю российский кассати в том что ты считаешь что он просто его поставил в России короче ты расист все закрыли тему теперь чем вот это существо который решил уходить на своих двоих занимается оно по жизни бежит от страдания и бежит за удовольствие это все чем оно занимается мы выбираем еду которая нам больше нравится едем на ночной дозор потому что нам больше нравится ходим на футбол потому что нам больше нравится вся жизнь человека это минимизировать боль и увеличить количество наслаждений за тот период времени который ему ответил и теперь самая важная функция этого существа отличает его от всего в мире так как это существо которое решил уходить на своих двоих бежит под страдания и бежит за наслаждениями и параллельно у него есть такая функция самая главная бесполезного сотрясания от воздуха короче он бежит на двух ногах от страдания за наслаждением и в этом процессе аааааа вот так вот делает бесполезно сотрясает воздух в общем вот это первый вариант молекулярных что он бежит все что мотивирует и движет человеком в жизни это убежать от страдания и добежать до удовольствия добежать до наслаждения это как вот простая теория эволюции я как-то очень упростил теорией эволюции я занимался ближе я думал я прям ее разберу это до давай запомни вопрос это 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 смотрите понятно я сейчас очень упростил но как бы я могу все это детализировано мы этим уже займемся теперь дальше второй вариант первый вариант короче я просто обезьяна мутант случайно мутирующий вот я здесь супер это как бы глобально первый вариант я думаю это как бы ну да плюс-минус я не понимаю сейчас глобально это так случайно взрывалось вот удачно взрывалось вот я обезьяну мутант в общем то вот про тору рассказывают про любовь и все такое теперь вариант второй вариант второй это кто такой человек это я люблю значит футбол и вообще я знаете я по жизни бурман и я люблю гамбургеры кока-кола мне больше нравится значит не выведенная кока-кола мне больше нравится вот теперь на трамвае я люблю ездить на трамвае ездить прикольно мне нравится шум колес мне очень нравится когда там фортическая открытка там дождь солнце слишком жарко вот и вообще я я то я менеджер менеджер в компании международной успешный такой менеджер и еще что-нибудь вот я успешный вот это вообще как маркетинг работает мы с вами обсуждали много вот это ну хорошо ну тогда прям плохое были картинки намного лучше но как бы так оно работает тебе показывают красивую картинку и вот это идеал мадам и летающая железная коробка значит теперь да и теперь я успешный и моя цель это прийти к успеху и что-нибудь еще и я люблю журнал хоббс теперь в этой в этом варианте что такое человек да человек это вот набор всего что он любит чем он занимается и набор его хобби интересов и так далее то есть кто я то что я делаю это то что я делаю то что мне нравится то на что я смотрю мне нравится comedy club там футбол то есть это иными словами это набор некоторых параметров интересов ценностей какая-то такая сборная солянка которую причем обычный человек сам практически не определял потому что не определяет ни дату смерти ни дату рождения ни собственное имя ни место где он родился ни родителей ни школу он не выбирает ничего и все его окружение создает ему то что он практически все во что он верит причем он думает и получается пакет такой комплект полная комплектация некоторых каких-то блоков информации и человек думает что вот эта штука пазл какой-то непонятный хаотичный это я получается такая заварка получается такая заварка что-то там намешано заварилось оно как-то и потом в конце весь этот комплект весь этот пакет он идет в куда 2 метра на метр на полметра глубиной примерно через средние продолжительные жизни это вторая история в общем-то вариант второй теперь чтобы этот вариант сейчас мы его немножко раз раз в общем послушаем как говорится эксперта в системной развитии личности и бизнеса да почетный профессор почетный профессор да ну в общем мы все знаем на эту тему посмотрим на эту тему он был основатель работе номер кто-то основал и тут прямо я помню собиралась молодежь но очень была классная а сейчас здесь есть раввелезер степанский и это молодежь лидеры можно так сказать они молодежь приближают к богу несколько человек недавно поехали из молодежи и шиву учиться получили сейчас вернулись еще больше других тоже обучают идет служение богу святое место дальше он нас предупреждает что уста запрещенной женщины они капают даже с ним капает мед нофр это мед и они капают суп запрещенной женщины бакаллах и ее рот он более гладкий чем масло за как переводят или не вот на русских переводят еле не бое здесь у тебя удrod Buzzaine привет Виктор привет марш глаже еле не Бай�� Ну, то есть какой-то перевод странный. Здесь, как бы, по нормальному, если перевести, что тоже легче не становится, да? Что вкус запрещенной женщины с губы ее капает мед, и рот ее глажит, чем масло. Речь идет не о женщине запрещенной, да? Речь идет о знаниях запрещенных. Знания запрещенные, они очень-очень такие, как сказать, вот смотрите. Вот, например, я делаю урок сейчас, да? То есть делаю урок Торы, я верующий, верю в Бога, верю, что Бог хочет, чтобы мы учили Тору, верю, что Бог помогает всем, кто хочет двигаться к Богу. Это все вопрос моей веры, да? Я в это верю. И я в этом утром после молитвы пошел, помолился, и после этого провожу этот урок. Никто мне за это не платит, и просто, ну, я хочу служить Богу. Это моя мотивация. Служить Богу, духовно расти, и я верю, что в этом смысл человек в жизни. Теперь, в это же самое время, в редакции журнала Vogue или Men's Health собираются люди. Они, может, оттуда и не выходили, потому что они за это получали деньги, ну, такие хорошие деньги. Их задача создавать материалы, которые будет легко читать. Они будут красиво выглядеть. Они будут продаваться на каждом углу. Вот этот вот журнал Vogue, да? Потому что если в журнале Vogue напишут какую-то статью, ну, например, да? То дальше эту статью прочитают женщины, у которых есть деньги. И они купят то, что нарисовано там на страницах, какие-то, что такое вообще одежда, да? Которая рекламируется в журнале Vogue. Это тряпочки, сшитые разными комбинациями. То есть, или украшенные разными цветными побрякушечками. Такими, пластмассками, какими-то, перышками, там, кармишками, какими-то, все-таки. Теперь это надо продавать по 10 тысяч долларов за единицу тавана. Чтобы это продавать за 10 тысяч долларов за единицу тавана, нужно убедить людей, что это стоит 10 тысяч долларов. И что это престижно сидеть, рассматривать, как эти модели, которые вообще, ну, вообще непонятно вообще, как такие люди живут. Там, худые какие-то, вообще ненормального роста. Ну, вообще, вообще ненормальные какие-то. Это некрасиво. Сейчас в современном проекте, мужчины, женщины, это просто какой-то комикс ходячий. Теперь работает огромное количество умнейших людей, у которых одна цель – убедить, запутать, занипнотизировать, проманипулировать. И чтобы вся эта пустая мельница крутилась без остановки. Потому что с дочей Габаной им нужно еще один миллиард долларов. Им не хватает. У них есть 5 миллиардов долларов. Они целая империя. Им не хватает. Мало дочери Габана денег. Им дочери Габана нужны еще. И они не жалеют. У них каждый год хватает еще миллиард долларов. Еще миллиард долларов в то, чтобы гипнотизировать народ. Об этом нас предупреждал царь Шломо в третьем отрывке пятой главы книги-притчи. Он говорит, что уста вот этой запрещенной женщины, они как мед. То есть те, которые… Иначе кто бы это покупал? То есть нужно такое усилие сделать, чтобы это продать, что… Что… Ну, то есть… Иначе… Ну, все бы понимали. Тут вечная жизнь. Тут Тора. Тут добро. Тут свет. Тут… Ну, как бы… Чистая жизнь. А там вообще хрень какая-то. Непонятно, что за это платить по институту. Поэтому там нужно это все намазать медом, чтобы оно продавалось. Понятно, да? И он предупредил, что запрещенные мысли, запрещенные… Ну, имеется в виду запрещенные, которые идут не по Торе. Они намазаны медом. Они гладкие, как масло. Их смазывают там с масками и всеми всевозможными приспособлениями для того, чтобы сохранялось в мире равновесие. И равновесие сохраняется. Только оно, почему-то, пока больше все-таки в журналок идет, чем в Тору. Но «Баикра» победит журналок. «Баикра» должна посесть Яков Шататин, который вообще неутомимый директор портала «Баикра». И, значит, самые лучшие люди, они все-таки слушают Тору, а не слушают «Эхо Москвы». Поэтому «Баикра» должно победить вначале хотя бы… Хотя бы должны победить этот зал «Эхо Москвы», а потом в журналок. Следующая наша цель. Все. Должно быть красивее, чем в журналок. Я в следующий раз задедусь как-то красиво. Красивее. Да. Чтобы была обложка у меня красивая. Да. Хорошо. Хорошо. Дальше у нас предупреждает. События разорачиваются так. «Вахарита маракэ каллянана» «Хана кэхэрапио» Значит, а сзади ее эта женщина, то есть последствия ее какие будут, да? Последствия журнала «От». «Она горьче, чем горькая трава какая-то есть». Полынь. Полынь, да. Полынь переводят. Ну, она горьче, чем полынь. И острая, как меч, ее рот. Значит, что имеется в виду? Что имеется в виду? Значит, вот человек, например, он всегда не послушался. Он купил «Мэн Скэлс», он купил журнал «Вок». Ну, или «Она», «Она», скорее всего «Она». И «Она» говорит, все в этом смысл жизни. Он «Мэн Скэлс», «Она Вок». И, значит, они полностью увлеклись вот этими вот… Вот этими вот тряпочками, даже не тряпочками, это гипноз. Это конкретный гипноз. И, значит, он… А там же на каждой странице голые женщины. Там на каждой странице, что надо купить. И он полностью погрузился в эту всю историю. И он вынужден день и ночь работать, тренироваться. Он бегает постоянно за разными женщинами. А женщины эти, они бегают за журналом «Вок». То есть женщины, они как бы полностью вовлечены в то, что им нужны вот эти тряпочки по 10 тысяч долларов. Поэтому, если ты не зарабатываешь 10 тысяч долларов, то уже мне неинтересен. То есть уже у них отпадает, как бы, 90% потенциальных клиентов на мужчин. Они смотрят все в одном направлении – на 10% олигархов. «Как выйти замуж за олигарха? Как выйти замуж за олигарха?» Значит, а эти олигархи бедные? Олигархи бедные, они просто от такого спроса на себя, они как бы взлетают просто в воздух от своей значимости. А он же не может больше, чем одна. Ну там, ну одна, две, ну три, ну четыре, а их тысячи за ними гоняются. И всем нужны платья из журнала «Бог». Все, потому что журнал «Бог» так красиво их представил. И в итоге – миллионы несчастных. Миллионы несчастных, нормальных семей нету, платья в него голодет. Все, в общем, в жизни. И полный комплекс неполноценностей. Потому что когда они рассматривают вот эти все картинки, на которых специально обученные люди модели изображают счастливую жизнь. А потом, когда ты этих моделей встречаешь через несколько лет, что с ними? Вообще ничего. То есть они просто ничто, никто. Выжатые, как лимоны, выброшенные на помойку и все. И значит, и что тогда? Вот это вот как раз о чем он вам предупреждал. Что обратная сторона всего этого мира, она горчая. Она более горькая, чем полынь. И там острый меч и ее уста. Потому что потом, а что остается? Ничего им не остается. Смотришь, то есть внешне все красиво. Копнешь все несчастные. Ни у кого нет семьи, ни у кого нет детей. Ни у кого нету здоровья даже. Потом все. И все. Вот они живут, гоняются все время. За этой мишурой все, жизнь закончилась. Так, седьмой отрывок. Пятый, пятый у нас идет. Пятый отрывок. Ноги ее. Ярдот Мавет. Ноги ее, вот этой женщины, они идут к смерти. То есть, они ничего не претендуют, что они идут к жизни. Они тебе журналов не продают вечную жизнь. Он не говорит тебе, ты будешь жить вечно, у тебя есть связь с Богом. Он говорит, послушай, ждите. Следующая коллекция скоро. Готовьте. Вы купили платье за 10 тысяч долларов. Вы что думаете? Оно будет модное больше, чем полгода? Нет, нам всем надо зарабатывать. Поэтому через полгода это платье уже не будет модное. Все. Оно будет уродливое, некрасивое. Мы сами тебе скажем, насколько это позор выйти в этом платье. И ты купишь у нас новое. Это ваше. Нам работать надо. Всем работать надо. Каждый год новая неделя моды. Высокая моды в Париже, в Лондоне, в Милане. Всем надо зарабатывать. Куда? Еще нужно до Чикабана не останавливаться. Им нужен еще миллиард. Еще миллиард. Еще миллиард. И поэтому все будут работать. Да? Вся эта милиция будет крутиться. А что, во-вторых, нам предупреждают? Что многие идут к смерти. Потому что все эти тряпочки, они потом заполняют шкафы и все. Ничего не остается от этих тряпочек. Идут к смерти. Шооль цаде дитмоху. И именно могила ее же они поддерживают. То есть они поддерживают. Шоол это... Это не могила даже. Шоол это место в Анду, где потом жарят эти... Есть святые заслужения. Потому что попасть в ад, это еще он должно повезти. В ад это очищение через страдания. А потом души. Очищение души через страдания. А потом она идет в рай. А есть, которые просто... Они в пустую прожили жизнь. Потом он показывает. Смотри, ты всю жизнь мучился. У меня был коммунизм полноценности. Мне рассказывали одна из дней работы, как раз из этого журнала. Я пришел сюда, просто я чуть с ними помчался. И она говорит, то есть у нас какой главный смысл нашей работы? Вызвать у вот этих мультурачек, которые читают, вызвать спину отделения в момент, когда они рассматривают картинки. И когда у нее это спину отделение пошло, что я хочу, все. Она уже зарегонсирована, она наша. Она робот. Она пойдет, она все сделает. Она там почку продаст, но она купит. Да, потому что я хочу. А потом он говорит, вот это вот... Говорит, в момент радости у нее есть только два. Две секунды радости. Первая секунда радости, когда она выходит с сумками из магазина. И она идет с этой сумкой, а в магазине она очень сильно упаковывает, чтобы все видели, что она купила. Прям огромную сумку. Ты можешь купить там что-то маленькое, но вот эти вот большие салоны, они специальные, они же знают, они умные люди работают. И вот она идет с этой сумкой огромным мешком, даже летит в самолете с ним, чтобы все видели, откуда эта вещь. А потом, в момент, когда она одевает, у нее есть еще один момент, первый раз. А потом она выходит, говорит, и дальше нам ничего делать не надо, потому что все ей скажут, что ты не очень. Ты вообще не очень. Ты вообще просто так не очень. Все скажут ее по-другому, где там люди вокруг, все. И она в зеркало сама видит, что это не очень. Говорит, а потом она откроет журнал, где начнется откроется заново. Все она говорит, вот так мы работаем. Второй момент, когда она первый раз это одевает, еще до того, как она вышла в этом. Потому что когда она вышла, уже ей начинает, окружающий мир начинает избивать ее радость. Такая жизнь. Вот здесь об этом нас предупредил, что и все это ведет куда? В преисподнем. Уже давайте начнем до позитивного. Итак, дорогие друзья, дальше смотрите. По вашему счету выбора-то нет. То есть человек находится или в Радске у других людей, у материального мира, у каких-то своих вожделений. Которые даже не опыт, которые пробуждаются внешней информацией. Или человек сохраняет свою голову и свой внутренний мир. Сохраняет его чистым. Любуйся. Хочешь любоваться? Не нужен журналок. Любуйся природой. Любуйся природой. Конкретно любая природа, она красивее, чем все, что сделано человеком. Природа это самое крутое. Любуйся природой. Дальше. И занимайся внутренним миром. Созданием себя. Созданием себя. Созданием себя. Именно реализация своего божественного потенциала. Сейчас мы приближаемся к празднику Песа. И реально это шанс. Это реальный шанс перескочить. Прямо как посадка, который тогда вытащил народ Израиля из 49 ступени духовной нечистоты. Это как раз вот это вот погружение в эту материальность. Они были полностью погружены. И вытащил их из вот этого утратства материального. И выйдет на самую высокую духовную высоту. Это дарование Доры. Значит точно так же у нас есть шанс подойти к Песаху. Осталось всего несколько дней. Подготовиться. Пау. И взлететь на следующую высоту в своем развитии. Потом 49 дней. Улучшать свои качества характера. Каждый день. Каждый день работать над своими качествами. И подойти к работе дарования Доры. На самой высокой духовной высоте. Все. Я вам желаю прекрасного подготовки к Песаху. И прекрасно. Спасибо. У вас 5 минут? Нет. Сейчас будет через несколько минут. Я же все рассчитал. Она очень согласна. Все говорят, что она не будет. Интересно, в чем тут. В этом. Сколько ты в нее уходишь? Сколько ты в нее уходишь? Сколько ты в нее уходишь? Есть любви, у тебя нет. Куда? Куда? Ну так? Абьюсивно все вещи они теряют. Ну понятно, что это утрировано. Ну плюс минус. все равно, как бы, теперь, да, вот, ты как гоняйся за желаном Бога, да, теперь, как бы, вот эта вся солянка, да, вот этих всех наборов, каких-то факторов, интересов, вот этого всего, он идет в эту коробочку, да, и потом, в общем-то, да, теперь, да, знаете, здесь, вот на этой суке, да, у человека написано, там, три вещи, да, в общем-то, дата рождения, дата смерти и имя, все три вещи сделаны не он, да, обычно пишут еще что-то хорошее, понимаешь, что он сделал, ну, как-то, ну, типа, там, любил журнал Бога, написать странно, да, будут писать, и, как бы, вот это, в общем-то, две истории, да, в общем-то, одна история такая попроще, другая чуть-чуть посложнее, то, что я, там, начинает, любил журнал Бога, футбол, заканчивает достигатор, и, я не знаю, и успешный, я не знаю, кто, да, то есть, вот этот набор каких-то, в общем, перемен, не знаю, чего, да, такой, человек такой пазл из, собранный, такой, и, в общем-то, третья история, какая-то эта история, третья история, она, в общем-то, самая большая, есть Бог вдохнув в человека чистую душу, кусок самого себя, часть самого себя, теперь я, это, вот это, абсолютно чистая, совершенная, божественная душа, так, и весь этот мир, это коридор, который ведет к получению той душой, то, что она сама создала, теперь, этого Бога, это не просто история, мы его, вероятно, видели лично, и, в общем-то, ну, это на чем-то основано, но, как бы, вот эта третья история, да, что я душа, цель души поднять тело, и совершенствовать себя, и совершенствовать весь мир, и делает, то есть, на уровне интеллектуальном, то есть, рестору, улучшение своих метод и эмоциональных качеств, и улучшение, как бы, повышение уровня тела, возвышение материальности до духовности, через, вот, если глобально, вот это, в общем-то, три варианта, как человек может ответить себе на вопрос, кто я, то есть, я мутант, я, значит, набор своих, вот этих, вот, пазл, интересов, каких-то, каких-то вещей, и журнал Бог, или он может сказать себе, что я, божественная душа, реализующая в этом мире, свой, бесконечный, такой, сам, так что, выбирайте, всем спасибо, В общем-то, вы с вами обсудили, что человек, это его самоидентификация, от ответа на вопрос, кто я, зависит все, что он делает в своей жизни, все, чем он живет, о чем он думает, чем он занимается, теперь есть только три варианта, в общем-то, глобально, как он может ответить на этот вопрос, понятно, что про эволюцию я упростил, это было такая, ну, глобально, если посмотреть, то это да, то есть, теперь, если я решаю, что я случайный мутант, то, как бы, моя задача по жизни, это искать самок, значит, и источники воды, значит, жрачку повкуснее, да, и, ну, в общем, вот это то, чем я занимаюсь, если я решаю, что я набор каких-то футболистов, да, каких-то, чего там, социалистов и экспрессионистов, то тогда, значит, это, как бы, то, чем, ну, я вот какие-то вот эти пазлы, ну, как бы, кто я, тоже не очень понятно, и третья история, это, что я бесконечная душа, реализующая свои бесконечные потенциалы, соединяющиеся с Богом, то есть, мне кажется, это, эта версия, она такая самая, в общем-то, оптимистичная, если человек выбирает эту версию, то, соответственно, и все его действия, и все, что он в своей жизни произведет, все, как вы будете ощущать, будет соответствующее, ну, вот, соответственно, вот это, как бы, глобально то, из чего нам нужно, то, какой выбор у нас есть, так что выбирайте, вот это выбор тупик.